МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках месячника какие мероприятия вы уже успели провести, так как эта акция подходит к завершению? Ну, по городу у нас совместно со всеми структурами провелось более ста мероприятий. Основные из них, конечно, были Дни воинской славы Российской Федерации, такие как снятие блокады Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. В принципе, проводится масса мероприятий, связанных с встречей с ветеранами в учебных заведениях, с представителями военкомата, с представителями общественных организаций, таких как Боевое братство, комитет солдатских матерей, сыновья. Насколько мне известно, в рамках месячника еще была создана акция «Молодежный десант». Вот в рамках этой акции сколько человек вам обратилось за помощью? Да, была организована такая акция, и в ходе этой акции к нам обратилось более 50 человек. В основном это у нас ветераны войны, люди с ограниченными возможностями здоровья, ну, ветераны туда. Какая в основном помощь требовалась этим людям? Что вы делали? Ну, в зимний период это больше связано с уборкой снега, но были и такие случаи, что звонили помочь прибраться в квартире, по хозяйству что-то помочь. Вот если ветераны, допустим, живут одни, и у них никого нет, то мы помогаем и такую помощь. А вот можно как-то сравнить, вот по сравнению с предыдущей акцией, вот которая у вас проходила осенью, когда вы помогали вскапывать огороды людям, как-нибудь сравнить то, что, когда больше людей обращаются, зимой, либо все-таки в такое время, когда нужно уже убирать земельные участки? Ну, здесь принципиально разницы нету. В принципе, континент у нас один и тот же, что зимой им помочь в уборке снега, осенью им помочь по огороду, также по хозяйству убрать там от травы сухой, то есть придомовые участки. Обращаются, я думаю, что одинаковое количество. Тут не зависит от сезона. Алексей, вот еще вопрос такой, вот не в зависимости от акции. Ну, вот бывает же у вас такое время, когда ничего такого вы не организовываете. Просто одинокие пенсионеры, может быть, инвалиды, они могут не в зависимости от добровольческой акции обратиться к вам за помощью? И как вообще это можно сделать? Да, конечно, могут обратиться. Могут они обратиться через социальную защиту, нам также передают заявки, могут обратиться напрямую по телефону 261-23, позвонить, оставить заявку, то есть даже в устной форме мы спросим, какая помощь требуется, выберем какой-то подходящий день, когда у человека есть время, и уже будем выезжать на данный адрес для оказания помощи. Такие просьбы уже были? Да, конечно, у нас периодически, даже в момент того, как акция не проводится, мы выезжаем, помогаем ветеранам, если это требуется. Насколько мне известно, мы как бы и сюжеты про это снимали, то, что не только волонтеры участвуют вообще в помощи нуждающимся людям, но и вы, как руководители, тоже оказываете помощь. Как это можно расценивать? Как ваше желание творить добро, либо это нехватка волонтеров вообще в Демидорограде? Ну, в первую очередь волонтеры у нас несовершеннолетние, это бывают и школьники, и студенты, а им нужно сопровождение, мы всегда выезжаем с ними. Ну, это не только по роду нашей работы мы выезжаем, также это тоже наша воля, то есть наше желание помочь ветеранам, у которых, например, у детей, которые одинокие, им требуется помощь, мы выезжаем, оказываем, то есть нам не трудно, мы можем и в нерабочее время выезжать, то есть если мы договариваемся заранее, если есть такая необходимость там. То есть мы как и сопровождаем, так и сами выезжаем. Волонтеров у нас достаточно, школьники, студенты у нас очень активно принимают участие, очень хорошо отзываются, у нас есть беседы в социальных сетях, то есть мы даем там клич, и кто может, то есть откликается, мы тоже заезжаем за ними, приезжаем уже на место и оказываем помощь ветеранам. Откликаются, то есть люди, которые не состоят вообще, ни в комитете по делам молодежи, ни в каких-то волонтерских движениях, просто люди, которые не могут пройти мимо чужих. Именно есть актив, да, вот молодежи, который составляет именно актив более 50 человек, вот, они как и являются волонтерами, так и в свободное время, то есть когда есть у них возможность, не состоя в волонтерских движениях, они откликаются, потому что такая помощь действительно нужна, важна, ребята понимают, то что нужно чтить старших, то есть и тем более это ветераны, которые столько прошли, перенесли, вот, и которые некоторые, к сожалению, остались одни, вот, то есть отклик есть, и тут еще играет роль патриотическое воспитание молодежи, то есть и в целях вот этого патриотического воспитания, тоже вот эти вот акции проводятся, то есть и взаимодействие вот с молодежью, со старшим поколением, с ветеранами тоже, мы вот выезжаем, оказываем помощь, а потом нас угощают чаем, там, рассказывают истории, там, как они жили в то время, как они проходили войну, вот, то есть им не хватает общения, то есть мы тоже остаемся, разговариваем, это полезно и нам, и им тоже такая помощь. То есть это не просто физическая помощь пришла, сделала, но еще, как бы, душевная помощь для нуждающихся, да? Ну да, им тоже хочется поговорить, рассказать эти истории, вот, так как они были свидетелями, а молодежь, вот, узнать эти истории, вот эти вот страшные события, которые происходили, уже задумываются тоже, вот, почему так было, вот, зачем, и тоже, они уже, тоже, мы с ними разговариваем, мечтают и желают, чтобы было мирное небо над головой, вот, чтобы все жили в мире согласия, в принципе. Алексей, раз уж мы с вами затронули тему Великой Отечественной войны, совсем скоро в нашем городе появляется новое добровольческое движение «Волонтеры Победы». Да. Расскажите поподробнее вообще об этом новом движении, и есть ли какие-то ограничения, чтобы вступить в это сообщество? Угу. Ну, сейчас в нашей стране активно развивается волонтерское движение, и особое внимание уделяется патриотическому направлению. После юбилея 70-летия Победы были вот волонтеры 70-летия, и решили продолжить это движение, и они просто стали называться «Волонтеры Победы». Оно очень, очень сильно развивается сейчас. У нас есть в Ульянске региональное отделение, и было решено с 1 февраля создать у нас в городе местное отделение волонтеров Победы. Вот. А волонтеры Победы работают по таким направлениям, как вот, как раз-таки, помощь ветеранам, помощь в проведении Днях воинской славы, патриотических мероприятий, благоустройство памятников, памятных мест, тоже, и также выезжают на кладбище, где вот есть Аллея славы, там, то есть, помогают, там, убирают захоронения, вот. Также это сопровождение парадов, вот у нас в городе будет 9 мая традиционный парад, также особо отличившиеся волонтеры смогут зарегистрироваться на сайте волонтеры Победы, и если они пройдут отбор, они уже будут помогать на параде Победы на Красной площади и в городе Севастополь. То есть, это тоже такое, довольно-таки неплохое поощрение для ребят, для активных ребят, которые будут принимать участие. Вот. Также можно выезжать на дом к ветеранам, то есть, также вот слушать их рассказы, да, можно составлять такие видеоматериалы, которые будут полезны тоже для будущего поколения, когда ветеран лично рассказывает о тех боевых действиях, о том, как он жил, как он прошел весь этот путь, вот. То есть, такая цель сохранения вот памяти, потому что зачастую историю перевирают, кому это выгодно. Вот. И в наших целях это сохранять вот истинную вот эту правду, которая вершилась тогда вот эта история. Вот. И это очень полезно и молодежи, и ветеранам. То есть, ветеранам это помощь, молодежи это вот эта история, патриотическое воспитание, вот сколько мы выезжаем к ветеранам, оказываем помощь, помогаем. И вот после таких историй прям бывает очень трогательный, прям до слез, и за душу очень берет. И вот действительно ты думаешь о том, о том, чтобы сохранить это мирное небо над нашими головами, потому что у нас, у нас впереди, вот у Алексея есть сын, у нас тоже там впереди и дети, и хотелось бы, чтобы они жили без этого вот кошмара и ужаса, который вот творится сейчас в мире. Вот. И чтобы мы передавали им вот эти вот, эту историю передавали, рассказывали, как наши прадеды, деды, прабабушки там воевали, то, что это великий подвиг, нужно чтить и помнить это, не забывать ни в коем случае, наказывать помощь. Ведь скоро же, к сожалению, не останется ветеранов. И в наших силах вот передавать через поколение вот эту вот память. Это великий подвиг, который совершил наш народ. Вот. Это основная цель, мы это понимаем, это самое главное для нас. Вот. Ну, а по возрастным ограничениям волонтеры могут стать молодые люди от 14 лет, ну, и потолка, в принципе, нет. К нам обращались там и 30 лет. То есть и старшего, да, возраста? Да, и старшего. Да, то есть любой желающий от 14 лет может принять участие, кому действительно важны вот эти вот события, вот эта история. Как, куда подавать заявки вообще? Заявки можно подавать на электронный адрес dkdm73sobakamail.ru и по телефону 261-23. То есть непосредственно в комитет по делам. Да, можно зайти в группу комитет по делам молодежи города Димитровграда, найти там в контактах нас, либо директора Анисима, Наталья Николаевна, либо Алексея Тавина, либо меня, председателя вот этого местного отделения волонтера Победы, вот, и написать мне в личные сообщения. И вот так нам уже подавались заявки. То есть мы тоже формируем беседу, вот. Я ребятам отправляю анкету, они заполняют, вот, ее уже имею в виду, потом будем работать на мероприятиях. К сожалению, время нашего эфира подошел к концу. Я благодарю вас за беседу. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин